добрый день друзья армянский блогер рома багдасарян довольно таки известной русскоязычной публики большая часть которой это азербайджанцы или жители азербайджана как за пределами азербайджана так и в самом азербайджане так уже сложилось это большая часть его публики его людей которые смотрят его или следят за его деятельностью и в меньшей степени это конечно же армяне может потому что он говорит на русском языке и азербайджанцев интересует эта тема во вторых темы которые он поднимает или затрагивает они очень болезненные вообще он говорит очень эмоционально и говорит о вещах и вообще его подход подход он отличается в корне от того что в принципе привыкли слышать до из уст армян из с той стороны скажем так сейчас он удивил публику последним своим выступлением стримами я сегодня тоже смотрел его стримы один из последних стримов который на его канале едва набрал тысячу просмотров по-моему даже меньше тысячи а на азербайджанских каналах которые выложили этот материал то есть целиком его этот стрим там несколько десятков тысяч просмотров что очень показательно он говорил в этом стриме о об армени коми если вы смотрели это лекарство для лечения спида которая якобы была придумана в карабахе там карабахскими армянами где он высмеивал говорил о зверствах армянских значит карабахских генералов да о том что мировое сообщество не признает вот эту независимость карабаха он говорил большую часть 99 процентов своей речи на русском языке и лишь немножко на армянском ссылка будет в описании послушайте обязательно очень интересно очень не показательная такое показательный такой стрим а ну вот обратите внимание на что я в принципе обратил внимание в его речи а скольким людям вы стреляли в спину скольких вы командиров купили в арцахе арцахцы забыли да как они убили севака гукосяна который был командиром второго оборонительного района это бы его убили свалив на азербайджанцы это бы его убили а как вы убили монтемил коняна а как вы убили монтемил коняна а как вы убили монтемил коняна а я еще раз хочу сказать что в сказке пришел конец и и в карабахе сегодня организованная преступность генералы которые украли еду убили людей они не могут быть объектами гордости они не могут быть объектами гордости он говорит о героях но вот задать ему самому вопрос да рома а не ты ли героизируешь монтемил коняна мы находимся в яраблури это военное кладбище на окраине еревана где ухоронены герои армении с 1988 года здесь хоронят также героев карабахской войны вот черными камушками три буквы отделаны это а в и о что означает оба вот мы видим видите черными камнями вот а здесь у нас написано монте речь идет конечно же о герои армении героя арцаха монтемил коняне который приехал из-за рубежа бороться за независимой за свободу и арцаха и армении когда мы говорим арцах и армении мы подразумеваем единое армянское наборе хотел сказать что мы очень часто в наших группах пишем о монтемил коняне о его биографии и тот период с 1988 по 1994 год это период когда жили служили и воевали люди вот в большинстве своем с такой философии то есть когда монтемил конян и настоящие такие же как он герои боролись за нашу свободу у них и мыслях не было что они это делаю для того чтобы в какой-то момент в какой-то день какой-то будет получить власть получить возможность строить большие дворцы и вот поэтому мутемил конян герой для всех то есть он беспрекословный герой это герой которому нет никаких вопросов это герой который был в 90-х годах образцом поведения сейчас образец поведения и тысячелетиями он будет считаться именно образцом поведения человек абсолютно бескорыстный в этом видео ты говоришь о том что его отправили на тот свет свои же карабахские армяне о монтемил коняне пишет оник кардаш армянский скульптор из америки армянин ливанского происхождения который 6 месяцев в 2001 году был в городе шуша и занимался с армянскими детьми обучал их там скульптуре значит какому-то ремеслу да и он написал книгу об этом эта книга также будет в описании к этому видео я уже говорил об этом она есть на русском языке на армянском языке тоже книга которая сделала они как кардаша автор этой книги не въездным в армению где он делится своими впечатлениями то что он видел то что он слышал там вот короткий отрывок из этой книги о монтемил коняне которого ты героизируешь рома за обеденным столом с рядом с женой сидел алик я не гомщан симпатичный мужчина лет по 30 он был слеп и у него не было левой руки и двух пальцев на правой восьмидесятых годах он был членом асала армянской секретной армии освобождения армении когда он проводил террористическую операцию в женевском отеле его бомба взорвалась и покалечила его он родился в ливане и вместе с монтемил коняна был одним из основателей организации ваграм дал мне книгу седы и монтемил коняна о деятельности асала значит он только приехал значит на место да и он ему дали эту книгу то есть с ним делятся вот этой ценной информацией о герое я провожу этот день запершись в своей комнате и читаю в полно с полным недоверием ужасные страница за страницей книга читается как какой-то список убийства членов асала похоже что их лидер по имени окоп убивал больше членов асала чем турецких политиков которые должны были стать мишенями этой организации окоп приказал ликвидировать всех и каждого из своих товарищей тех кто задавал ему лишние вопросы в какой-то момент он даже послал домой своих приспешников убить самого самого монте который в то время как думали умирал от пневмонии наемный убийца сжалившись над монте и полагает что он все равно скоро умрет ушел так и не выполнив миссии монте бежал в арцах где в конце концов был застрелен арцахцем и заключение этой главы он задает риторический такой вопрос не утопили ли этот мой идеализм в отношении мирного сосуществования и далее в этой книге мы читаем когда видишь армянских солдат в группе по 20 человек или около того молодые незрелые лица жалкие сгорбленные с потухшими глазами большинство из них курят удивляешься как эти солдаты выиграли войну против 7 миллионов азербайджанцев пять месяцев я расспрашивал людей по этому поводу и вот некоторые их ответы излишне говорить что арцахцы так автор называет карабахских армян и армяне из армении то есть он разделяет арцахцы и армяне и диаспора дали героических воинов для борьбы с азербайджанским гнетом но как и их поэты каждый раз кто-то проявлял признаки превосходства такие как монте они были убиты арцахцами дети которых вы видите в форме не были теми бойцами говорит рафик рафик это его телохранитель человек который хвалился тем что он убил 80 азербайджанцев разбивая им голову камнем череп разбивал камнем и и вот этот рафик говорит те фидаины которые сражались и выиграли войну погибли в бою в основном от азербайджанских пуль другие от рук арцахцев которые мстили персонально или потому что кто-то расчищал себе путь для самопродвижения рафик говорит что убитых армян от местных арцахцев легко можно было отделить из-за пулевых отверстий в их спинах то есть стреляли арцахские армяне так называемые да карабахские армяне стреляли в спины своим же ну скажем представителям диаспоры или жителям армении которые приезжали сражались за них вместе с ними когда они оказывались им неугодными им стреляли в спиной так можно было определить если значит спереди выстрел да или ранения значит убит в бою убит врагом а если в спину значит своим арцахца убит рафик рассказывает о своих отношениях с нынешним президентом арцаха аркадием гукося нам который был главой гражданского правительства в годы войны и с самвелом бабая нам начальником вооруженных сил приговоренным 14 годам лишения свободы шушинской тюрьме за покушение на убийство гукося на рафик сказал что бабаян был автомеханником речь о самвеле бабаяне который во время войны стал военачальником убивая своих товарищей и грабя попутно он устранял всех чья точка зрения ему не нравилось и список его жертв длинный монтемиал конян был убит им то есть этот рафик этот друг они когда в его поездке его нахождение там в карабахе он рассказал ему о том что монтемиал коняна убил самвел бабаян памятники многим другим которых он также ликвидировал теперь установлены в парках степана керта он избил президента во время войны но сохранил ему жизнь он упоминает имена политических лидеров которые хвастаются своим героизмом во время войны и говорит они лжецы потому что я был в том сражении знаю что их там не было они либо были за пределами страны либо скрывались это то что в принципе говорит рома багдасарян он добавляет под командованием монте то есть он был близок к монте как и как я понимаю я ходил от дома к дому и заставлял арцахцев отрываться от своих шашлыков прекращать их обжорство и распитие тутовой водки исследовать за ним на передовую то есть вот такой вот был телохранитель образно говоря у оника кардаша с которым я сделал интервью и интервью доступно на канале есть она на армянском языке без перевода есть на русском языке на канале ссылка также в описании будет интересно что согласно вот этой версии убил его карабахец да сам вел бабаян и другие версии существуют в отношении смерти этого героя в кавычках в отношении его убийства и на самом деле я насчитал там несколько три-четыре версии то что я нашел в интернете я там не был я не знаю поэтому я говорю то что я прочитал по одной версии его убил выстрел пушки азербайджанского бмп снес заднюю часть головы череп по другой версии ему отрезал голову азербайджанский солдат араик хандоян тоже один из азам азатамартыков то есть тех кто сражались за так сказать освобождение до этой земли он говорит что его прикончили свои посмотрите это видео а 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 Который написал книгу «Путь моего брата», она есть на английском языке, и я ее цитировал в своем ролике о Монте-Мелконяне. Он написал следующее на смерть Монте-Мелконяна, вот прочитаем, что он пишет. «12 июня 93-го года я услышал в телефонной трубке голос моей сестры и понял, что говорить она будет о Монте. Мой единственный брат погиб в перестрелке в предгорьях далекого Арцаха. Вести о его гибели до меня доходили не впервой. За 15 лет мне не раз приходилось слышать, что он погиб то от пули снайпера, то подорвался на снаряде, то остался под завалами, возникшими от воздушных потоков истребителей, или что его застрелили полицейские в аэропорту. Но на этот раз я почувствовал, что пришла настоящая беда. Я задал Майле несколько вопросов, которые первыми пришли мне в голову. Долго ли он мучился? Его убили с тыла? Обратите внимание, вопрос задает. То есть у человека есть сомнения, что с тыла в спину могут стрелять. А ответов на эти вопросы у сестры не было. Через два дня я уже был в Ереване, столице Армении, вместе с Майле, своей матерью, отцом и другом моего брата. А пока мы шли к месту государственных захоронений, собравшиеся на панихиду, люди все время отводили меня в сторонку и выражали свои сомнения. То есть люди тогда уже, когда произошла его гибель, его убийство, они выражали сомнения в отношении его смерти. Твоего брата убили в засаде, сказал один, его там поджидали. Второй утверждал, что убийца был наемный. Третий говорил, что тут замешаны турки. Потом кто-то зашептал мне на ухо, что моего брата завлекли в западню, которую приготовили близкие ему люди. Слухи о предательстве мне казались небезосновательными. За все эти годы Монте успел пойти против воли множества людей, не только агентов турецкой, израильской, американской разведки, но и радикально настроенных армянских националистов, бывших группировок секретной армии, имеется в виду Асалам, местных гангстеров и командиров, кто знает, каких врагов он еще успел нажить. Если Монте действительно предали, то следует выяснить, кто именно из сотен капканов. Монте потенциальных кандидатов это сделал. Ну, в данном случае Рома заявляет, что его убили вы, обращается к карабахским армянам. Его убили вы. Как бы не умер, как бы не погиб этот герой, в кавычках, можно сказать лишь одно в этом случае. Джаганам гер багер. Или на армянском языке можно сказать. Джагандам гер цоц. Вот вопрос, Роми, а знаешь ли ты, что этот герой Монте, которого ты тоже героизируешь, радикал и наркоторговец, который был палестинским террористом, близким другом Ясера Арафата, который неоднократно его спасал. Вместе с ним они участвовали в Ливане, в тренировках. В 1990 году под давлением армянской общины Франции, а также армянских террористических организаций, которые угрожали новыми террористами, был освобожден из-под стражи. В 1991 году переправлен на Горный Карабах для участия в военной кампании по оккупации азербайджанских систем. Особая жестокость боевиков из отрядов Арабо и Арама, которыми руководил Милконян, описана не где-нибудь, а в книге родного брата Милконяна Маркара под названием «Путь моего брата». Выписка из книги «Путь моего брата». Автор Маркар Милконяна. 38 пленных были расстреляны членами отрядов Арабо и Арамо, а раненые солдаты сожжены заживо. В Карадаглы более 50 азербайджанских пленных были обезглавлены. Он являлся близким другом и соратником бывшего президента Армении Роберта Качаряна, нынешнего главы этого государства Сержа Саркисяна, а также известного своими экстремистскими воззрениями армянского писателя Зори Балаяна. Но задолго до знакомства с ними Милконяна уже знал и имел возможность общаться с ним известный армянский публицист и режиссер Тед Пагасян. Информация к размышлениям. Из интервью армянского публициста и режиссера Теда Пагасяна, американскому радио «Радио Open Source». Монте родился в том же году, что и я, в Большой Калифорнийской долине. Он по-своему гнался за правдой о геноциде. Он стал радикальным, ушел в подполье, начал продавать оружие, наркотики, стал членом армянского террористического движения. И в то время, когда я снимал свое армянское путешествие, он сидел в тюрьме во Франции за то, что заказал несколько взрывов в Европе, в аэропорту Орли, турецких посоль с других мест, в результате которых было убито много невинных людей. Таким образом, я посетил Монте в тюрьме, но он на мгновение замешкался, подумал, что я пришел убить его, так как не знал, кто я, и не ожидал посетителя в тот день. Этот твой герой Монте, он насиловал в пьяном состоянии молодых девушек, пленных ходжалы на глазах детей. Я это не с воздуха говорю. Мне это лично рассказывал пленник ходжалы, который был тогда ребенком, подростком. Он мне это рассказывал. Как Монте насиловал молодую девушку на его глазах. Младшего брата было 3 лет, а тут, я сейчас это тоже буду говорить, что они... Сколько было в семье детей, в общем? Сколько было детей? У нас было 6 детей, и еще там наши соседи были, они тоже у нас были дома, да? Еще сосед, вот сосед, женщина умерла, и дочка умерла трехлетняя. А нас взяли в плен. Плен взяли, и там начали при всех людей. Они издевались над женщинами, над девочками, они вот так нагло, вот так, вот так, вот так. Вы это видели своими глазами? Я вообще со своими глазами. Они не смотрели, что у меня было скотшее ранение, они вот специально вот ногами вот так кинали на мою раннюю, чтобы мне было больно. Я когда кричал, я когда вот умолял, они от этого получали удовольствие. А человек, которому оставили жить, да, оставили его жить, но на его глазах убивали людей, его родных, его односельчан, детей, женщин, насиловали. Я больше чем уверен, что вы были свидетелями даже такого преступления, как насилие, насилие над женщинами. Я знаю, мы не говорим на эту тему, но я знаю, что вы видели, и это происходило, массово происходило. Это специально при наших глазах делали, при брата, при сестре, при всех друг другу, они так делали, чтобы мы не смогли открыть глаза друг другу посмотреть. Они лучше бы нас там зарезали, бы нас тоже убили, бы лучше бы, чем наши они поменяли. Мы живые, живые, мертвые, да, не знаю, я себе как считаю. Лучше бы нас зажгли в доме, это бы не видно было. Я стал молить его убить меня. Он вышел из себя, сбил ногой со стула, к которому я была привязана, и стал избивать меня. Будучи в плену, я встречалась с Монте Мелканяном, когда я еще не знала, кто это. Но по его акценту я поняла, что он не карабахский армянин. Мелканян был одним из руководителей Асала. Он немного знал турецкий и использовал изредка русские слова. Он спросил, как зовут меня на турецком, но я не поняла его тогда. Монте не смог произнести правильно мое имя, разозлился и стал меня избивать. Как-то он отвез меня в деревню Ханабад, где сильно напился, и вновь начались избиения и пытки. Сейчас я и сама удивляюсь тому, как я, 20-летняя хрупкая девушка, выдержала всю эту боль и издевательство. Меня пытали ледяной водой, выбросили однажды на свалку, раздетой на морозе, таскали за волосы по земле. Он потом… Все тело ныло от боли. Я плакала, как ребенок. И постоянно задавалась вопросом, почему я все еще жива? Далее Рома говорит некоторые вещи на армянском языке, естественно, понятно, что их не перевели, и они не попали в те видео, которые смотрело большинство русскоязычной публики на азербайджанских каналах, на самом деле очень интересно. Но я обратил внимание, что он два или три раза, то есть я это слышал в разных стримах, говорит вот эту информацию, которую я перевел, только на армянском языке, видно, ему самому очень стыдно, и он именно обращается к армянам, не говорит эти вещи на русском языке, я так думаю, что ему стыдно, неприятно говорить об этом, и он обращается непосредственно к армянам именно на армянском, чтобы как подсознательно он понимает, другие не поняли его. Посмотрите. Те люди, кто делал бизнес, у азербайджанцев золотые зубы вырывали и привозили, продавали в Ереване это золото, чтобы из этого золота делать золотые кольца. Они хотят, чтобы мы их уважали? Вы хотите, чтобы я вас уважал? Ты настолько скотина, что выдернул зубы и это золото привез и нам продавал. Ты не понимаешь, что Бог за это нас сильно наказал? И вы критикуете Пашиняна? Вы, кто зубы выдернул у азербайджанцев изо рта и привез, продавал, вы критикуете Пашиняна? Те, кто на кладбищах разводили виноград и вино из него делали потом, вы критикуете Пашиняна? Это Пашиняна вам сказал идти на кладбище азербайджанцев, разрушать их и садить виноград? Не вы это делали? Расскажите, азербайджанцы, как вы пошли возле Гадрута, Кубатлы, все могилы разрушили, виноградники насадили и вино сделали. Расскажите, почему азербайджанцы нападают на нас и убивают? Из-за вас. Вы это говно съели, а наши парни погибали из-за вас. Не просто так азербайджанцы напали на нас и убивали. Расскажите всем в Армении, почему азербайджанцы так плохо обошлись с нами? Потому что наши армяне все могилы разрушали, виноградники насадили там. Часть виноградников в Гадруте на территории кладбищ. Кто этого не знает? Карабахцы не знают? А карабахские депутаты выходят и Пашиняна критикуют. Кого ты критикуешь? Вы те, кто виноградники сажали на кладбищах и нас критикуете? И не надо рассказывать потом всему миру, какие вы святые. Вы говорите, почему весь мир нас не признает. Потому что мир знает, что вы сделали. У женщины рот открыт оставался. У женщины были золотые зубы. Они когда женщину руку вот так вытаскивали, на улицу бросили женщину до тела. У женщины рот открыт был. А вот при меня пеньками и автоматом они вот так вот сломали женщину зубы. Зубы тоже вытаскивали, золотые зубы взяли. Потом они нас взяли в плен в Аскеранский район. Я извиняюсь, сколько вам было лет тогда, вот в этот день? Тогда мне было 14 лет. Вышеупомянутому Онику Кардашу карабахские армяне рассказывали о том же. Прочитаем из этой же книги. Однажды мы с Рафиком взяли 11 детей в возрасте от 6 до 16 лет на пикник. Рафик рассказал детям историю о том, как он поймал азербайджанца с полным ртом золотых зубов. Он всегда искал тех, у кого много золотых зубов. Связал его, вырвал ему все зубы, дал лопату копать глубокую яму, и изо рта у него хлистала кровь. Затем размозжил ему голову лопатой, расколол ее и закопал его в эту яму. И дети все это увлеченно слушали. Рафик очень близок со своей семьей и семьей жены. Раз в месяц весь клан собирается по тому или иному поводу. Мы собрались отпраздновать день рождения его тестя. Присутствует невестка Рафика, приехавшая из Москвы, с мужьями и семьями. Здесь говорится о периоде, когда Оник Кардаш был в городе Шуша, у этого Рафика, 2001 год. И снова все напиваются, начинается соревнование, кто больше кого убил. То есть люди говорят об этом. Как убил, и где, и когда. Иногда они упрекают друг друга в преувеличениях. Но все эти истории продолжают рассказываться, не обращая внимания на присутствие девяти детей, старшему из которых всего 14 лет. И дальше он продолжает. Вокруг Шуши есть кладбище. Арцахцы построили свои на вершине холма, азербайджанцы внизу. Есть надгробия Арцаха, датируемые 1800 годами. Надгробия на азербайджанских кладбищах, большинство из которых раскопали арцахские расхитители могил, имеют надписи русскими буквами. Потому что использовали кириллицу в Азербайджане. Мне рассказали, что в советское время азербайджанцев хоронили со всеми их медалями. А советские медали выдавали очень много. Плюс модные золотые зубы, которыми мужчины и женщины украшали свои рты. Именно за этим золотом изо ртов и охотились арцахские грабители. То есть, повторяю то же, что говорит Рома на армянском языке. Ссылку на эту книгу вы можете также найти в описании к этому видео. И в беседе со мной он упомянул то же самое. Послушайте в конце, в заключении. И сделайте свои выводы. Да-да. В Шуше, например, когда я был, встречал много людей вооруженных. Мой водитель, он был оттуда. Я его называю телохранителем. 80 азербайджанцев он убил там камнем, брал за голову, бил, разбивал. Я спрашиваю, как ты это делал? Он сказал, что первый раз очень трудно, не знаешь, как бить, чтобы разбить голову, сразу не умирает. А потом, если наловчишься, можешь много так убить. У меня там было много учеников. В воскресенье сажал детей из города Шуша в машину. Мой водитель тоже имел ребенка. Ездили на пикник. Еды не было. Барашка резали, мясо ели. Мальчики и девочки там сидели, 15 человек. Кушали шашлык. Мальчик попросил рассказать отца, как он топором головы отрубал. И он начинал рассказывать. Одновременно едят шашлык и истории слушают такие. Эта нация построена на этих рассказах и историях. Убивать турков. На этих историях. Они там растут. Дети. Я сказал, что при мне такие истории не рассказывай. Я с ума схожу. Но много узнал за 6 месяцев. Хуже всего то, что за эти 20 лет столько плохого там сделали эти карабахцы, что сейчас, если азербайджанцы придут туда и увидят, что все эти мечети, кладбища полностью разбиты и уничтожены, разобранные. Я такое видел там, с могилами, что мне сейчас стыдно это рассказывать. Мне стыдно как человеку. Не как армянина, а как человеку. А что вы там такое стыдное видели? Я туда ходил и видел могилы богатой азербайджанцы. Их могилы плита там белый мрамор. По-моему, из Румынии. У богатых было. Голова человека со стороны камня. Они делали отверстия, доставали череп, золотые зубы все вырывали, череп выбрасывали и уходили. Идешь на кладбище, черепа валяются. На всех могилах там отверстия и головы вытащены из могил. Если вдруг азербайджанцы туда придут, и если все это увидят, я одно не понял, трупы вытаскивали? Да. На могиле, там где сторона головы у похороненного, делали отверстия. Пока до головы доходили, череп вытаскивали наружу, вырывали все золотые зубы. Если бы ты это видел, потом... Субтитры сделал DimaTorzok